всем привет с вами юра вы смотрите гниди и сегодня у нас будет обзор на очень необычную настольную игру потому что эта игра в евро стиле с элементами нарратива некоторые из вас наверняка знают такого автора как райан локот и этот автор отличается тем что он не только сам придумывает свои игры не только сама полностью разрабатывает но он же самых иллюстрирует у него очень специфический подход к иллюстрациям вы например могли знать его одну игру которая давалась в русском языке называлась она восьмиминутная империя райан локот придумал свой удивительный фэнтезийный мир в котором живут уникальные обитатели там антропоморфные кошки антропоморфные ящерицы люди живые роботы и так далее и в этом мире он сделал уже несколько игр первый из них возможно первый из них была игра above and below которая на русском языке будет называться и сверху и снизу и издает ее издательство лавка игр на русском языке вся идея игры заключается в том что вы долго долго странствовали по миру и наконец нашли место где сможете начать новую жизнь но только вы начали отстраивать свою деревню как поняли что под ней находится огромный пещерный комплекс и таким образом вы смогли начать строительство и сверху над землей и снизу под землей изучая и углубляясь все больше в пещеры это евроигра на очень интересном движке давайте посмотрим как у нее играть и так вот и снизу и сверху в разложенном состоянии что же у нас есть изначально у нас выкладываются все шесть зданий специально которых сзади карточка помечена звездочкой у нас выкладываются четыре случайных здания из всех которые помечены ключиком у нас выкладываются четыре здания которые можно строить верхние и четыре здания которые можно строить нижние. Здесь у нас лежит пещера. Все игроки кладут свой кубик на зону с факелом. Это стартовая зона. Чем, соответственно, вы пойдете дальше, тем больше победных очков получите. Чем выше окажетесь по репутации, то есть ближе к выходу из пещеры, тем, соответственно, хуже будет ваш результат. Сюда кладется бочка с сидром изначально одна и выкладывается пять случайных из вот этой стопочки жителей, которых вы сможете себе нанимать. Вот эти жители. Это специальные жители, которых вы сможете добыть в подземелье. И их просто так нанять нельзя, поэтому положим их пока вниз лицом стопочкой. Это колода исследования. Колода нижних зданий, колода верхних зданий, карточка первого игрока. И у каждого игрока будет свой планшетик. Одно стартовое здание, на котором будет три кроватки и три жителя. У них у всех разные лица, на всех игроках, но у всех игроков у них абсолютно одинаковая способность. То есть один из них будет с перышком, с двумя пипками на кубике, с молоточком и человек, который даст возможность получить две лампочки. Стартовые жетоны на обратной стороне, как видите, в отличие от вот этих. Нарисовано на них здание стартовое. Вы кладете их в самую левую зону, на большую поляну. Вообще, в принципе, ваш платшет разбит на три части. Первая зона – это там, где готовы игроки. Это большая поляна. Вторая поляна – это где игроки уставшие. И третья – это где покалеченные игроки. Также у вас здесь памятка по действиям, то, что вы можете делать. И, соответственно, трек вашего продвижения. Чем больше у вас будет здесь различных жетончиков лежать, тем больше вы получите за них в конце игры и тем больше будете получать доход каждый раунд. А это ваша зона продажи. Сюда вы сможете выкладывать один из жетончиков для того, чтобы попробовать продать его другим игрокам. Итак, обо всем по порядку. Каждый ход, каждый игрок по очереди будет делать всего лишь одно действие из указанных сверху. Мы можем пойти и потренировать новых жителей нашего поселка. Для этого нужно отправить одного игрока с символом перышка, как видите, у нас есть, отдыхать. И за это вы сможете купить себе одного из жителей за 2, 3, 4, 3, 4 или 5 золотых монет. Допустим, что у нас есть деньги. И наш житель пошел и купил нам нового товарища. Западил за это 3 монетки в банк. И у нас теперь есть новый человечек. Все это очень просто. Сделали это действие, передали ход оппоненту. Сюда не выкладывается до конца раунда. У нас есть действие пойти и построить что-то. Для этого мы выбираем одно из зданий, которые есть у нас доступны. Вот эти здания на данный момент строить нельзя, потому что их можно строить только в пещерах. То есть мы можем построить любое здание, которое строится и сверху. Мы платим за него определенное количество денег, отправляем человечка, у которого есть молоточек отдыхать и пристраиваем себе это здание. Например, мы за 3 денежки возьмем себе вот такое здание. Видите, пристраиваем, у нас получается общий рисуночек. Давайте я вот уберусь протектора карточку, чтобы он был виднее. Мы начали отстраиваться сверху. Это значит, что мы получим лишнюю монетку вход, а это даст нам победное очко в конце игры. Кроме того, сами здания, в принципе, приносят победные очки за то, что они есть у вас на вашем скандарт-планшете. Мы можем пойти собирать урожай. И если бы у нас, например, было вот такое здание, видите, вот оно, на нем написано 2 яблочка. Мы взяли бы 2 жетона яблочка, мы налили это груша, может быть, и выложили бы изначально из него. На это действие мы могли бы отправить любое количество наших жителей, и каждый житель принес бы нам один из жетончиков с наших зданий. То есть в данном случае мы могли бы забрать оба и положить их рядом со своим планшетом, либо отправить продавать. Вот это символ значит, что любой другой игрок должен заплатить нам не менее трех монет за него, а сколько нам заплатят, мы должны будем с ним договариваться. Некоторым игрокам очень нужны некоторые ресурсы, потому что ресурсов ограниченное количество по разнообразию и по количеству жетончиков в каждой столбчике, в принципе. К ресурсам мы вернемся немножко позднее, когда у нас будет побольше. И, соответственно, мы должны отправить двух человечков отдыхать. На этом бы закончился раунд, маркер раунда перешел бы вниз, и мы бы выбрали из уставших столько человечков, сколько у нас есть кроваток свободных, и передвинули бы их обратно. Например, мы возьмем вот этого, вот этого и вот этого, чтобы мы могли нанять еще одного, и чтобы мы могли и построить, если надо, и чтобы мы могли отправиться в подземелье. В конце раунда, соответственно, эти сдвигаются сюда, этот открывается сюда, а вот домики восстанавливаются, как только вы их купили, то есть откроются новые дома. Как видите, некоторые домики будут давать кроватки дополнительные, некоторые домики будут давать ресурсы, некоторые домики будут давать победные очки за то, что вы владеете определенным количеством ресурсов, чем больше, тем лучше. Некоторые дома позволят вам перебрасывать кубики, некоторые дома будут давать вам волшебные зелья, некоторые дома будут позволять вам лечить или переводить из уставших больше людей. Вот эти вот дома, в принципе, настроены на то, что дает вам победные очки. То есть, оно само дает себе 12 победных очков плюс 2 победных очка за каждую комбинацию из папирусов и кристаллов. Вот это, например, здание даст вам по 2 победных очка за каждое здание, которое у вас есть. Это по 2 победных очка за каждого поселенца, including the central and central where the tower of the tunnel. Это по 2 победных очка за каждое здание, которое у вас есть и снизу. И к этому мы сейчас тоже подойдем. Итак, что мы могли бы еще сделать? еще могли бы отправить наших людей трудиться когда люди трудятся они зарабатывают нам деньги мы перевели бы любое количество наших жителей всего лишь одно действие сюда и за это получили по одной монетки из банка за каждого жителя но мы сейчас этого делать не будем потому что мы хотим отправиться в приключение и это наше последнее действие на него нужно сразу два жителя хотя бы два вы выбираете себе сколько угодно жителей и говорит что мы отправимся в приключения мы выбрали 2 для этого вы тянете себе специальную карточку вот такой вот и она говорит вам бросьте кубик бросаем кубик это вообще моя любимая часть игры бросаем кубик она говорит нам 2 это параграф 51 для этого мы берем специально абсолютно книжку вот такую книжка со встречами и случайными событиями и ищем в ней пункт 51 как видите здесь достаточно много не будем спойлерить поэтому пролистаем быстро и вот что говорила бы нам 51 она говорила бы вы пробираетесь через булыжники до тех пор пока не приходите в большую пещеру сверху светит солнце он пробивается через дырки в потолке и вы видите огромное дерево его ствол твердый серый с фиолетовыми листьями полностью покрыты ветками маленькие зеленые фрукты висят цветвей они выглядят очень вкусно и каждый в вашей группе то есть группе этих вот приключенцев начинает истекать слюной как смеете вы воровать у меня вдруг слышите вы голос и в шоке оборачиваетесь и понимаете что это само дерево открывает темный рот своими корнями она начинает размахивать ветками и старается схватить вас и не дает вам ухватиться за один хотя бы из фруктов попробуйте ли вы убедить дерево чтобы она победить дало вам поесть или вы игнорируете дерево и забираете все что хотите уворачиваясь от веток и дальше вам нужно будет пройти определенный тест она даст вам варианты соответственно взять фрукт и тогда вам нужно будет пройти тестное исследование со сложностью 3 вы получите за это фрукт и минус одну репутацию за то что обидели дерево в подземельях или вы попробуете убедить дерево для этого можно будет пройти тест со сложность 4 получите фрукты и плюс одну репутацию конечно что получают игроки вы мне говорите потому что один игрок который пошел в подземелье слышит всего лишь вот этот текст и слышит что он может сделать а вот что он это получит он не должен знать потому что это прочитаем и другой игру и соответственно за каждая перышка вы будете получать дополнительный успех то есть если мы отправили этот человек туда у него уже был бы один успех остальные как считаются вот видите у нас есть лампочки нам нужно пути как можно больше лампочек это наши успехи каждый из игроков бросает всего лишь один кубик и вы говорите за кого вы когда кидаете какой вот например мы бросаем за нее она выбросила один и это будет всего лишь один успех оба сами теперь за нее и она выбросила 5 это будет два успеха этого у нас три успеха если бы мы выбрали себе путь забрать фрукты силой мы бы получили бы себе один фрукт из банка сразу и получили бы 7 минус один к репутации то есть пошли бы наверх по репутационной лизинке это было бы не очень хорошо также она описывает что случится если мы не выбрать не от успеха ни в том ни в другом случае в любом случае если вы прошли дело по первому или второму варианту который вам дается вы получите себе эту карточку и сможете положить ее здесь и эта карточка позволяет вам теперь строить подземные здания то есть вы сможете выбирать любой из подземных зданий и выкладывать их вот сюда это очень интересная механика мне она очень понравилась потому что она добавляет в принципе в евро игру такой амери механизм и немножко стори тэринга здесь как видите очень очень много различных событий в рамках этих событий вы сможете получать себе репутацию получать различные ресурсы получать себе дополнительных вот как я уже говорил персонажей и так далее а в итоге ваши два персонажа отправятся на отдых если например вы понимаете что он хочется больше успехов но у вас их не хватает вы всегда можете сказать что мой персонаж отправился в больничку он он заболел он повредился перетрудился во время этого приключения и вы получите дополнительный успех можете в принципе делать так со всеми персонажами но вся фишка в том что за одну койку вы можете передвинуть либо персонажа отсюда сюда либо отсюда сюда то есть отсюда вы будете выгонять их гораздо дольше чем если бы они были просто уставшим таким образом надо держать баланс между постройкой здания за который будет получать победные очки и стремится к получению победных очков которые вы будете зарабатывать то есть как видите эти здания очень дорогие 17 11 12 18 14 монет но они будут приносить огромное количество очков в конце игры вам нужно следить за репутацией потому что тот у кого больше всего репутация получит много победных очков плюс еще дополнительные очки вам нужно следить за тем чтобы у вас были здания которые могут вам всю вашу деревню потихонечку и достаточно быстро переводить в здоровое состояние и чтобы у вас было очень много поселенцев и вы могли делать за один раунд как можно больше действий потому что раундов всего раз два три 4 5 6 7 по итогам 7 7 раундов вы выясните кто из вас победитель посчитав победные очки еще очень важная вот эта вот часть это так называемый advancement track и он работает с вашими ресурсами которые вы получили когда вы получаете ресурс и в принципе в любой момент вы можете перевести ресурс на этот трек но вы забиваете слот именно этим типом ресурсов вот у нас вот здесь вот указаны ресурсы по тому какие из них самые редкие а какие самые частые больше всего у нас встречается грибов меньше у нас встречается кристаллов соответственно когда вы получаете какой-то ресурс вы можете решить что вы положите его например вот сюда и это значит что в конце игры вы будете получать по одному победному за каждый кристалл который вас лежит вот здесь также этот трек позволяет вам увеличивать ваш доход который вы получаете каждый ход в начале каждого раунда игрок без жетонов на этом треке получает 4 монетки здесь получится пять монеток так он получит уже 6 монеток и так далее очень важно то что на этот трек вы будете складывать себе как можно больше жетончиков постараться если у вас есть разные ресурсы и те которых вас было бы в итоге больше вам было бы выгодно положить в самом конце то есть вот здесь вот чтобы за эти получать вам по 6 победных очков потому что у вас две груши и две рыбы по 5 но трек необходимо заполнить слева направо и вам необходимо всегда это учитывать потому что например вы можете конечно терпеть с этими жетонами до конца игры но тогда вы будете получать мало денег каждый раунд и поэтому вам нужно будет постепенно выкладывать их сюда и прикладывать приклады прикладывать в конце игры вы получите победные очки за каждый жетон который лежит в своем слоте столько очков сколько указано над ним плюс каждый раунд вы будете получать определенное количество денег это очень важный и интересный механизм в этой игре вот такая вот игрушка очень веселенькая забавная и при этом она евро но с нарративными элементами которые увидите в книжке давайте же перейдем к финальным словам и мнению по данной игре вот так играется игра above and below и сверху и снизу и интересный факт был когда я искал райана локота на сцене я попросил одного из сотрудников их стенда указать мне где жира я искали вы найдете вы где-то там он все время играет и поймете его потому что он блондин и он очень-очень молодой действительно раян локот очень молодой автор настольных игр и уже выпустил целую серию игр следующая игра из этой серии будет называться near and far наверное видимо и ближе и дальше и приведет лавка игр на русский язык не знаю посмотрим но давайте же подойдем к оценкам этой конкретной игры как вы знаете у нас оценки свои специфические и они не дают вам понимания о том насколько это крутая или красивая игра потому что оценить иллюстрации вы сможете сами и понять насколько эта игра хорошая для вас тоже решать абсолютно вам но у нас есть параметры которые более-менее помогут вам сориентироваться нужна ли вам эта коробка или нет вашей огромной коллекции на вашей полке и так первый показатель это освоение он покажет на то насколько просто изучить настольную игру и начать не играть в этой игре учусь учет того что она будет на русском языке все очень просто по правилам вы выстраиваете свою стратегию прямо в ходе игры и у вас всего лишь несколько действий которые вы можете делать и от этого все достаточно просто но те комбинации которые вы будете делать зависит именно от вас за простоту построения игры я поставил бы игре 4 с плюсом но соответственно плюсы мы не ставим поэтому просто четверка второй показатель игры это инерсия то насколько она вас глубоко увлекает свои процессы насколько вы не можете от нее оторваться и насколько она контакт вас держит в себе вот как раз если вы не будете ходить в подземелье как я показывал во время части где мы рассматривали игру на столе то наверное игра вам покажется очень скучный и однообразный вполне себе обычный евро мало чем отличаются от других но вот именно эта механика с тем что вы зачитываете истории делаете выбор делает игру гораздо гораздо интереснее и увлекательнее и поэтому я очень рекомендую вам ходить в игре в подземелье и займешься поставлю 3 4 играбельность я не думаю что какая-то там вот третья или четвертая партия подарит вам что-то новое в этой игре и вряд ли вы сможете через какое-то определенное количество партий избежать повторений в сюжетных вставочках которые вы будете читать все-таки их там всего в районе двухсот и за партии вы можете прочитать 20-30 абсолютно разных текстов но и рано или поздно соответственно они начнут вас пересекаться поэтому за играбельность мы поставим игре троечку но пять-шесть партий хороших она вам точно подарит взаимодействие в игре взаимодействие сведено к минимуму это все-таки семейная евро игра не очень сложная не очень контактная в конфликт вы здесь вступать не будете и максимум что вы можете друг с другом сделать так это раньше другого игрока забрать у него жители деревни которого вы хотели забрать бы себе или раньше его отжать то здание которое он бы хотел себе поэтому за взаимодействие мы игре поставим единичку стратегия стратегия отвечает за то насколько эта игра мозголовная и заставит вас поломать своими извилинами и честно говоря здесь в игре есть над чем подумать и но раз вы и должны посчитать наперед какие здания вы берете какие вы планируете себе развивать пути получения победных очков будете ли вы вкладывать свой вот этот специальный трек жетоны и в каком порядке на стратегии игре поставил бы три просто поскольку поскольку конечно кипеть мозгом вы не будете но подумать здесь есть над чем я очень люблю игру и сверху снизу просто по одной простой причине что она добавляет в игру с евро механиками нарратив я люблю нарратив и считаю что если вы любите хорошие истории и любите заниматься исследованиями и даже если вы не сильно любите его но любите почитать тексты и поделать выбор в таких играх например как ужас аркхама то эту игру вам обязательно стоит попробовать она подарит вам удовольствие а с вами был юра и вы смотрели гиг меди и обзор на игру и сверху и снизу всем пока